Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы с вами поговорим про свободу, манящую, пленящую, заводящую вдаль свободу. И я, Ольга Демчук, посмею утверждать, что человеку страшно быть свободным. Давайте попробуем разобраться. Что человек подразумевает под свободой? Это такой царь зверей, когда все остальные люди в этом мире счастливы от того, что могут обслужить потребностями такого великого человека. То есть мало того, что они делают то, что нам хочется, они ещё от этого получают удовольствие. И в такой моей свободе всё, что я хочу, я всё могу. То есть мы видим такое эгоистическое представление о свободе, которое базируется на моём хочу. И любые зависимости, то есть то, что нам надо у другого человека попросить нам что-то подать, или же к нам надо обратиться с каким-то запросом к другому, мы воспринимаем как зависимость и как собственную несвободу. Из-за этого у человека постоянно возникает впечатление, что он жертва. Вот как раз в субботу прошёл вебинар, можно уже приобрести видеозапись о том, как не чувствовать себя жертвой. И человек сначала фантазирует это идеалистическое представление о свободе, а потом из-за нафантазированного, идеалистического, из-за невозможности его получить, ощущает себя несчастным и пленённым, несвободным. Любые обязательства, любую зависимость он воспринимает как плен. Но на самом деле несвобода — это как раз-таки попытка вменить миру в систему координат собственное мировоззрение. То есть когда у нас есть свобода, когда мы понимаем, что мы можем сделать выбор, мы можем делать то, что нам хочется, но есть некая ответственность, последствия за наши действия, то тогда мы находимся в реалистическом представлении о мироздании. Но нам не хочется нести ответственность, нам не хочется быть должными, нам не хочется учитывать других, нам хочется не обусловленной свободы, чтобы всё было по-моему. И в этом представлении о том, как должно быть, человек создаёт кукольный домик, такой ореол своё проживания, в котором он живёт абстрагированным, отделённым от другого мира. Человек не пытается понять этот мир, а он укореняется в том, что его мир правильный. Это всё закрепляется на рефлекторных дугах, и вся жизнь человека одна и та же. Я очень хорошо это вижу на психоаналитических сессиях, когда человек приходит и говорит, а как называется стиль вашего психоанализа, а какие у нас будут правила, а что мы будем делать, а какой теорией вы пользуетесь, на основании какого метода вы работаете. То есть человек, задавая такие вопросы, уже пытается строить тюрьму. Тюрьму предсказуемую, понятную ему, а значит контролируемую. И когда ты человеку говоришь, что может быть по-разному, это зависит от вашего настроения, от моего настроения, от темы, которые мы обсуждаем, человеку такое предложение кажется опасным, потому что он в нём ничего не может контролировать. У него нету некой инструкции, с которой он будет сверяться. И вот это вот создание предсказуемости, оно создаёт ощущение защищённости, но в то же время является стенами тюрьмы, внутри которой живёт человек. Этот кукольный домик, внутри которого человек живёт, внутри которого он реагирует одинаково, мыслит одинаково, создаёт внутри ощущение, что человек не свободен. То есть человек понимает, что он где-то заперт, что он лишён каких-то возможностей, он это ощущает физически, чувствует интуитивно. Но из-за того, что он не может этот кукольный домик нащупать внутри, он начинает искать причину вовне. Это проблема, надо про это, кстати, видео записать, про то, что мы не умеем присваивать себе собственные эмоции, а для того, чтобы их объяснить, придумываем внешнюю причину. Я вот не так давно проснулась ночью, у нас была воздушная тревога, и видно, она была до того ещё, как я проснулась какое-то время, но я проснулась от ужаса. То есть моя психика, она уже приснила жуткий сон, придумала сюжет, уже полностью обосновала этот страх, она придумала фигуры, из-за которых я это испытываю, для того, чтобы объяснить себе ту эмоцию, которую я спродуцировала внутри. Хотя на самом деле сначала появилась моя эмоция, потом психика подтянула для неё объяснение. И так, человек интуитивно ощущает несвободу, он понимает, что он где-то запер, но из-за того, что он не может обнаружить собственную внутреннюю запертость, он начинает искать внешние причины, чтобы себе это объяснить, что общество не такое, что страна не такая, люди вокруг не такие, родители были не такие. И таким образом он становится ещё не свободнее, потому что он делегирует ответственность за происходящее с ним и другим людям. То есть для того, чтобы мне изменить свою жизнь, мне надо каким-то образом воздействовать на других, а не на себя. Когда человек так же говорит о свободе, он представляет где-то там эту свободу. То есть он тут что-то сейчас поменяет, и там заживёт свободно. Но проблема в том, что свобода всегда находится в ТЗС, в точке здесь и сейчас. То есть у меня есть свобода сейчас сказать что-то не на основании рефлекторных дуг, не на основании моих автоматизмов, не на основании матрицы моего кукольного мира, а на основании выбора, который я делаю, когда решаю говорить это или не говорить. Когда я решаю делать это или не делать. Когда я решаю, стоит ли мне обдумывать, что у соседей, не знаю, был скандал вчера, или стоит мне эту тему не обдумывать. Часто так бывает, что мы всасываемся эмоционально заряженной темой и не можем контролировать себя. У нас нет права выбора думать об этом или нет. Как будто моя психика, это не моя личная собственность, а нечто такое автономное, которое живёт само по себе. Я не могу выбрать, думать мне или не думать об этом. Нервничать мне по этому поводу или не нервничать. Мой непознанный мир действует как, несётся как вагонетка по рельсам. То есть абсолютно неуправляемый мной. И эта несвобода человека почему-то не смущает, что у него нет права выбора думать об этом или нет, испытывать эти эмоции или нет. Поэтому свобода, она на самом деле не может быть какой-то далёкой. Свобода, она только здесь и сейчас. И если у нас даже долгосрочная цель, то мы должны держаться этого вектора, того принципа, на основании которого мы делаем определённый выбор. То есть если я, например, решаю, что я хочу развить себе больше человечности, то таким образом, когда во мне появляется бесчеловечность, я говорю, нет, я выбрала быть человечной, я хочу придерживаться своего выбора. Вот в этом и есть свобода. Каждая свобода, она налагает на нас ответственность. То есть если я что-то выбираю, я должна понимать, что это не не обусловленная ничем свобода, а это свобода, влекущая за собой определённые последствия. Давайте тоже разберём на примере. Например, я, Ольга Демчук, работаю в своей теории, в своей парадигме, потому что существующие теории, на мой взгляд, не способствуют в полной мере изменению современного человека. Я считаю, что они некоторым образом устарели и уже не работают. И из-за того, что я, например, не гештальтерапевт, не фрейдистка, не телесно-ориентированной терапией, я как будто нахожусь особняком. То есть, например, те люди, которые гуглят лакановский психоанализ, они выходят на лакановских психоаналитиков и, значит, вот аудитория. Я же сказала, что я хочу сама разобраться в том, что происходит, сделать свою уникальную теорию. И таким образом я лишаю себя какого-то количества подписчиков, которые ко мне не придут, которые ищут конкретно, например, лакановских психоаналитиков или юнгианских. помимо этого я не пишу ролики на хайповые темы, то есть, я не хайпую, я пишу их о том, что мне интересно. Я не пытаюсь собрать как можно больше аудиторию, я хочу делать то, что мне интересно, то, что мне нравится, понимая, что я в какой-то мере, моя аудитория будет меньше, зарабатывать я буду меньше, но я делаю этот выбор для того, чтобы иметь эту внутреннюю свободу. Видите, моя свобода, она налагает определенные на меня обязательства и есть в ней своя, этому есть своя цена. Поэтому важно понимать, что мало того, что когда ты, например, выбираешь быть индивидуальностью, не быть как все, тебе придется за эту свободу платить цен. человек, который привык жить в кукольном домике, он ощущает страх, когда ему надо из этого кукольного домика выйти. То есть многие люди не делают этот шаг в трансформацию, потому что им кажется, что они потеряют ракушку, внутри которой они живут и не станут оголенными. Поэтому люди не меняются, потому что свобода это всегда непредсказуемость. Например, когда я с клиентами отказываюсь работать по какому-то алгоритму, по какой-то инструкции, тогда уже все, я не прикрываюсь. Я сама остаюсь без инструкции наедине с клиентом. И мне придется изобретать метод для каждого клиента. Вот, например, что я пытаюсь сделать, для каждого клиента подбирать свою теорию, подбирать какие-то свои методы именно для этого клиента. Он лифует персонально. И это гораздо сложнее. Гораздо сложнее быть свободной и живой, потому что ты постоянно находишься перед выбором, как поступить. Не накатанные рельсы, а ежеминутные ежесекунды, каждое мгновение ты делаешь выбор, как мне поступить в этом случае. Это несомненно развивает, но в то же время эта свобода делает тебя незащищенным. Ты как будто добровольно соглашаешься быть уязвимым, соглашаешься быть неприкрытым, незащищенным неким авторитетным мнением, авторитетной теории, словами великих людей, а выбираешь изобретать способ твоего участия в настоящем моменте, каждый раз по-новому. Это большая свобода, и на самом деле глубина этой свободы, она безгранична. То есть, когда я хочу быть царем зверей, подчинить себе всех, и чтобы все радовались, мне надо стать диктатором, завести себе страну, которая будет считать меня прекрасным и создать вокруг себя таких придворных, которые будут мной восхищаться. Но этому есть предел, потому что эти придворные не хотят мной восхищаться, надо завоевать еще страны, чтобы мной восхищались, и я их завоевываю, это почему-то их не восхищает. И я встречаюсь тоже с такими определенными границами, и в то же время я строю это на обмане, потому что нельзя заставить восхищаться всех собой все время. А когда ты понимаешь, пытаешься проникнуть в глубину познания своей Личности, в глубину познания истинности, то там действительно открывается безграничность и безграничная свобода. Помимо этого, такое познание жизни, игры под названием жизни, где главный герой ты, позволяет тебе в какой-то мере предугадывать, что будет дальше, и реалистично планировать. Но даже если у тебя что-то не получается, твоя структура гибкая, и эта структура может измениться под меняющиеся обстоятельства, и ты не будешь чувствовать крушение, когда внешний мир нестабильен. То есть свобода внутри позволяет убрать зависимость от внешних обстоятельств. Да, мы зависимы от них, но уже не в такой мере. я попрошу вас под этим видео написать а каково ваше представление о том, что такое свобода, то есть попробовать подобрать свою формулировку. Напомню вам, что у нас есть школа сталкер, вот седьмой сталкер, который начнется в июне, он уже набран. сейчас мы уже открыли набор на сталкер, который начнется через десять недель после июня, то есть я приняла решение, что сталкер будет длиться теперь все время. Десять вторников, следующий набор, десять вторников, следующий набор, то есть он будет нон-стоп, наша практическая группа будет работать. Так что если вам интересен этот проект, приходите на сайт и принимайте участие. До новых встреч!